Карандаш, ножницы, лента, скотч, отвертка, степлер. Это самые простые, хотя и нужные предметы содержимого черного чемоданчика эксперта-криминалиста. Есть там и линейки, и разнообразные дактилоскопические порошки и кисти, беличьи, магнитные и даже из перьев марабу. Цифровая фотокамера, несколько фонариков, в том числе искатель следов и ультрафиолетовая лампа. А также один из самых любопытных аппаратов – следокоп для выявления следов с помощью электромагнитного поля. Евгению Трофименко 33. Он служит в отделе с 2010 года. Пришел сюда после получения высшего юридического образования. Первого своего дела он не помнит, ведь ежегодно у каждого сотрудника бывает около 400 выездов. Зато запоминаются интересные случаи. Произошла кража из дома довольно крупная. Оперативные работники заметили, когда просматривали камеры, что мимо дома примерно в это же время проехало такси, которое они знают, машина такси. И по воле случая они решили все-таки встретиться с этим таксистом. Вдруг он что-то видел, то есть пообщаться с ним, вдруг он видел. Оказалось, что он этого преступника, так сказать, этого товарища, который совершил эту кражу, он и подвез. После двух суток активного использования такси криминалистам удалось найти единственный отпечаток преступника, который сохранился в достаточном для проведения экспертизы качестве. Злодейский палец был внесен в базу, а преступник найден. Кстати, основная доля преступлений, совершаемых на территории Одинцовского городского округа – это кражи. У нас очень большая территория Одинцовского района. На нашей территории огромное количество как СНТ, так и деревень. Многие СНТ в зимний период, они не жилые, там даже снег не чистится, соответственно, то есть там от ста и более домов стоят без присмотра. Это отличная почва для преступников. Всего в отделе по экспертно-криминалистическому обеспечению ОМВД России по Одинцовскому городскому округу работают 15 человек. Среди них четыре представительницы прекрасного пола, в том числе и заместителя отдела. Она украшает доску почета в здании управления. Отдел занимается всеми видами традиционных криминалистических экспертиз. Доктилоскопией, баллистикой, почерковедением проводят портретные экспертизы, выявляют подделки документов и денег. А с 2013 года в отделе есть специальная лаборатория, где два эксперта-химика проводят экспертизы по психотропным и наркотическим веществам. Случаев не бывает прямо неинтересных. Каждая экспертиза, она по-своему интересна и постоянно, опять же, и преступный мир не стоит на месте. Постоянно сталкиваемся с новыми веществами и, как бы сказать, очень интересно наблюдать именно, какие вещества поступают и какие схемы придумывают преступники. Именно незаконные, кустарные. Чтобы быть в форме, полицейские регулярно тренируются, в том числе и сдают нормативы по стрельбе. Хотя, как признаются эксперты-криминалисты, за все время их службы им ни разу не пришлось использовать оружие, которое, впрочем, всегда находится при них. Наталья Гончарова, Денис Карламов, телекомпания Одинцова.